ММА 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 где будут проводиться и семинары, где будут совместные какие-то проекты по судейству с другими людьми, приехавшими с регионов. Я думаю, что в дальнейшем это все будет. Потому что сейчас официально проводить это, наверное, пока сложно. Я думаю, что это должно проходить под чьей-то эгидой. Но, в частности, я думаю, сейчас возможно это будет под эгидой Союза ММА России. Почему нет? И, наверное, уже раз люди начинают задавать эти вопросы, касаемые судей, значит, это их интересует. Значит, в скором времени это все начнется, потому что, как говорят, дыма без огня не бывает. Все хотят быть не хуже звезд, которые действующих на сегодняшний день. Да, и вот российское телевидение, тоже канал «Россия-2» сейчас более стабильно стал показывать и чаще смешные единоборства. Расскажи, стали ли узнавать люди на улицах и на турнире тебя? Меня? Да. На турнирах меня очень многие узнают, со мной фотографируются, многие просят автограф. Но даже некоторым я нравлюсь, наверное, с точки зрения судейства, с точки зрения, как я сужу бои. Но это мнение людей, которые смотрят турниры, и, ну, дай бог, чтобы я всегда оправдывал их ожидания. Потому что стараюсь быть объективным, но наряду с какими-то бывают всякие нюансы, когда приходится принимать определенные решения, которые не всем нравятся. Ну, это спорт. Мы все люди, мы можем совершать ошибки, мы стараемся быть объективными ко всем бойцам и к представителям. Но мы люди. Дайте скидку нам на это. Скажи, вот отслеживаешь ли ты западные турниры? Есть ли там что-то, что заслуживает внимания и, может быть, передача какой-то информации интересной? Берете ее на вооружение здесь? К сожалению, нет возможности сегодня просматривать турниры западные. Часто смотрю турниры М1 Челлендж, которые транслируются по каналу «Боец». Вот, смотрю на себя, смотрю на других судей, делаю какие-то выводы. Что касаемо западных, конечно, безусловно, очень хороший, высокий уровень. Там, насколько я знаю, даже в Америке там есть свои судейские семинары, судейские квалифицированные судьи, которых всегда приглашают на определенные турниры. Конечно, мы такие же здесь, но пока нам не хватает, может быть, опыта с точки зрения рассказывания правил и именно проведения семинаров перед турнирами, либо между турнирами, чтобы не забывать правила, чтобы со многими судьями обсуждать определенные нюансы, которые могут возникать во время боя. Вот. Я думаю, что со временем это все будет, и у нас будет, безусловно, уровень судейства не хуже, чем в Америке или на Западе. Вот. Что касаемо просмотра как такового судейства или оценка, вы знаете, лучше было бы проводить судейство совместно, потому что, насколько я знаю, можно было смотреть Прайд, как я смотрел в свое время Прайд и смотрел, как судят Юджи Шимады, да, или там Дайсуки Нагучи. Вроде бы все понятно, все правильно, и как бы вопросов никаких нет, но когда мы с ними поработали на турнире здесь, в Петербурге, и потом, когда еще поработали с ними на турнире в Сеуле, конечно, это совсем другое дело, это совсем другой уровень, это ты сам почувствовал кожей, да, что называется, что ты рядом с ними, ты видел, как работают они, ты научился или хотя бы попытался попробовать поработать так, как они. Я думаю, со временем, конечно, вот этот отпечаток совместной работы, совместного судейства, он, конечно же, откладывается на общей работе, на общем фоне. Здравствуйте, я Виктор Корнеев, рефери на турнирах М1, тренер на Федерации боевых без правил. Смотрите спорт, занимайтесь спортом, смотрите, следите за турнирами М1, следите за своими бойцами, болейте за них, занимайтесь спортом, будьте здоровы, всего хорошего.